Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам реализации миграционного законодательства в Самарской области. Он напомнил, что в конце прошлого месяца подписал постановление, расширяющее список видов деятельности, куда нельзя нанимать мигрантов по патенту. Ограничения касаются таких сфер, как торговля алкогольными напитками, табачными изделиями, лекарственными средствами и молочными продуктами, а также розничной торговли вне магазинов, палаток и рынков. Кроме того, запрет будет распространяться на производство детского питания, хлеба, хлебобулочных изделий, а также деятельность кадровых агентств и услуги по предоставлению мест для краткосрочного пребывания. Также глава региона поручил дополнительно проработать вопрос установления ограничений на привлечение иностранных граждан, работающих по патенту, в сферу торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках. Указанные запреты вступят в силу с ноября текущего года, соответственно, отрасли экономики могут подготовиться. С учетом остроты и важности для региона миграционной темы, работа в данном направлении должна быть более системной. По моему поручению, в регионе создается координационный штаб по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере межнациональных отношений и миграционной политики. Штаб возглавлю лично и с участием руководителей правоохранительных структур будем эту работу вести более плотно, более системно. В РИО губернатор принял решение о сокращении офисов МФЦ, в которых будет осуществляться прием заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства. Данная мера позволит сохранить баланс между доступностью госуслуг для граждан и усилением контроля за приемом заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства, а также оперативно выявлять недобросовестно собственников жилья и посредников. Также Вячеслав Федоричев поручил все разработанные предложения по совершенствованию миграционного законодательства в ближайшее время оформить как законодательную инициативу от региона на федеральный уровень. Светлана Кудрявцева, События.